Эй, привет всем. Я решила вести вот такую рубрику, где я буду показывать вам письма, которые вы мне присылаете. А вот это письмо, оно вообще из обратного адреса. Я не знаю, кто из вас присылал его, но оно настолько классное, настолько пропитанное вот теплом, добром. Итак, давайте посмотрим, что же внутри. Внутри очень много всего милого, классного. Просто не знаю, я получила это всему утром в тот день, и оно так сильно меня просто растрогало, что весь день был у меня именно на хороших эмоциях. Во-первых, здесь вот такая вот веточка, очень милая, очень красивая, из нежного-нежного такого материала. Я даже не знаю, что это за материал. Дальше была вот такая вот наклейка с собачками очень милыми. Потом набор стикеров в стиле Египта. Я обожаю такие стикеры всякие разные, особенно когда на них есть какой-то вот такой вот узор, или они как будто такой нежного оттенка. А потом вот такой красивый календарик. Я тоже очень люблю маленькие календарики. Я же их коллекционировала, где-то они у меня дома лежат там, у родителей. Целая куча самых правых. А такие я сейчас вклеиваю себе в дневники. Была вот такая вот открытка с казанской... что это? Церковь? Церковь, наверное, я даже не знаю. Экспозиция в музее истории Казанского Кремля. Далее вот такая вот красивая открытка. Я бы даже сказала фотография. Глянцевая. Здесь кица с девочкой. Я очень люблю китов. Вы это знаете. И последнее это вот такая вот вещь, которая, наверное, является десертом. Этого письма самой главной вещью, может быть, потому что это настолько сделано с любовью, что у меня нет слов. Здесь написано «Помогайка». Написано «Для тебя». Таким штампом. На скрепку, кстати, было всё вот это прицеплено. Оно запечатано. Здесь вот как можно видеть. Такой крап бумаги нежной. И, собственно, открыть, когда мне станет грустно, заварить, укутаться бледом, выпить и улыбнуться. И обязательно потом запишу в дневник свои ощущения и приклею вот этот вот милый конвертик, который просто очень-очень нежный, очень красивый. Вообще спасибо-спасибо тебе большое за это письмо, за вот это всё, что ты прислала. И вообще за внимание, и за потраченные вот эти вот свои силы, свои эмоции. Мне очень приятно и очень-очень ценно. Ну, я решила рассказать всё про несколько писем. Есть вот такое вот письмо от Кать. Такой леточкой всё было перевязано. Красивый. Да, такая ниточка. Само письмо довольно содержательное, большое. От Гринфилда здесь вот такая вот полосочка. Гармония внутри. Вот здесь про название чая, который Катя прислала. Я уже его выпила. Очень вкусно, спасибо. А потом вот так вот. Такая штучка здесь. Здесь написано добрый, очень добрый чай. Потом, конечно же, такая вот, хотела сказать кит, но нет, это дельфин получается. В общем, они любили морских существ вообще и дельфины, и киты. Но ките, конечно, много и больше любимые, но этот дельфин просто невероятно красивый. Потом сердечко. Какое красивое, голубое. И рецепт, сейчас скажу, типа, рецепт маффинов с ежевикой. Я обожаю ежевику, мне нравятся кексики. И очень красивый рецепт. Здесь написано, здесь такие сердечки, это всё очень так мило и красиво. Спасибо большое ещё раз. Далее было вот такое большое письмо. Конверта, где, в котором, честно говоря, я не помню, было здесь что-то ещё или нет. Но вроде бы было, что я уже вспомнить не могу, потому что приходило это в марте. Здесь был вот такой блокнот красивый. Всё будет замурчательно. Простите мою собаку. Вот, и здесь все странички абсолютно разные. Что очень-очень красиво. И даже встречаются где-то цитаты. Например, как здесь. Вот. И очень классный блокнот, спасибо большое. Затем я сегодня получила вот такое вот письмо красивый. Конверт очень. Здесь было письмо и открытка. Вот открытка безумно красивая, с оленями. Я очень люблю оленей. И открытки я коллекционирую. И также само письмо от Анджел. Такое вот очень красивое письмо тоже. Разумно красивое вновление у него от Карины из Одессы. Во-первых, здесь очень красиво вот такой вот скраб сердечка. Очень-очень красиво она так выполнена. Сделано. У меня, кстати, такие цветочки где-то есть. Потом вот такая вот штучка, типа подарок. Тоже очень красиво. Можно приклеить куда-нибудь. Потом вот такой вот цветок из выреза джурнала. Безумно классная идея. Безумно красиво смотрится. Очень оригинально. И далее просто открытки. Здесь винтажная открытка. Очень-очень старая. Очень такая ретро. И две такие необычные открытки, которые больше всего у меня умилили. Именно письмом и оформлением вот этих вот блестящих воздущих. Такое красивое. Мне тоже хочется их вот снять и переклеить куда-нибудь себе в дневник. Вот здесь такая классная иллюстрация. И далее такая очень необычная блюдка 3D, которая переливается. Она очень объемная. Вот это видно здесь на цвету. Очень красиво. И я не удержалась. Просто вот это безумно-безумно красивые и приятные сердечки. В основном вот это. Хочется вот так на них нажимать, потому что они мягенькие. И они безумно-безумно красивые. Я не забыла еще кое-что вам показать. Это письмо, которое прислала мне одна из вас. Девочка Полина. Просто прекрасная малышка. Которую я отсылала свои открытки. И она прислала мне вот такое приятное письмо. Которое просто, не знаю, меня поразило. И очень умилило. И очень сильно подняло мне настроение. Вот такая куча всего. Просто я в шоке. Реально в шоке. Здесь, например, вот такие стикеры со смайлами. Обожаю такие стикеры. Я первый раз вижу вот объемные такие. И они мягкие, прорезиненные. Вот. Потом куча-куча вот таких вот стикеров. Будула в листочках для записи в виде фруктов. Клубника, яблоко. Потом персик здесь вот. Да, их очень-очень-очень много. Вот их сколько. Просто целое куча-куса. Потом очень классные наклейки. Я тоже первый раз такие вижу. Даже не знаю, откуда такие. Мне интересно просто их продают, когда они вот в журналах бывают. Angry Birds. Очень классные. У меня модный человек уже любит игры. Вот эти вот Angry Birds. А мне сами птички нравятся. Вот. И Мини и Дейзи. Просто обожаю их. У меня даже билеты есть. Где она в таком платье. Да. Вот. Потом здесь вот такая вот классная наклейка с, как сказать, облаком мысли. И здесь можно свои мысли написать. Потом стикеры со звездочками. Вообще просто прелесть. Самые разные, желтые и оранжевые. Здесь их тоже много. Это так круто. Далее вот такие вот стикеры. Просто милейшие. Обожаю. Такой дизайн. Он очень красивый. Есть вот такой желтенький. Тоже с таким молшем. И здесь вот такой вот сиреневый. Прелесть. Просто прелесть. Потом вот такие вот классные коты. Просто прелесть. Тоже очень милые. Очень-очень милые. А просто прелестная открытка с маленьким принцем. Обожаю маленького принца. Жду я на то же сколько в этом году. Под Новый год выйдет фильм. Потом просто прелестный конверт. Который взросил меня на повал. Не знаю. Его можно просто очень долго разглядывать. Настолько он красивый. Вот вся вот эта рисовка японская. И она такая чувственная девушка. Красивая очень. Очень-очень. Не знаю. Вот закончится ремонт обязательно. Где-нибудь положусь. Себя повешу. На видное место. И внутри здесь письмо. Тоже на очень красивом листочке. Бумага такая приятная. Она вид как крафт бумага. Но она более такая мелованная что ли. Она очень гладкая. Вот. Два. Нет. Четыре скотча. Очень классные. Честно мне мечталось. Чтобы кто-нибудь прислал мне скотч. Именно мечталось просто. Потому что это приятно. И получать скотч в подарок. Декоративная вещь очень круто. Особенно когда в твоем городе просто нету. Вообще не обождают скотч. И даже не знают что это такое. Вот наконец-то я с вами прощаюсь. Надо заканчивать этот влог. Пока-пока. Пока.